Будут с большой вероятностью начинать за сторону террориста, а вот Виталисе придется обороняться. Ну, не знаю, хорошо ли это или плохо. Те нюки, которые мы видели на протяжении нашего ивента, они были неоднозначны. Опять-таки же, все очень индивидуально, все зависит от матчапа, и частенько атака преобладала на картинек. Ну вот что-то мне подсказывает, что сейчас мы увидим совсем другую историю. Знаешь, тут вообще сейчас вопрос, как мне кажется, даже не в том, атака это будет оборона или нет, а в моральных и психологических кондициях команды Pro100 прежде всего. Потому что то, что мы видели на Дасте, завершение вернее Даста, как раз-таки говорит о том, что команда потеряла веру в себя. Да, действительно, нашел ли Сеня в перерыве между картами подходящие слова, чтобы встряхнуть своих подопечных, по сути является ключевым моментом на старте карты нюка. Обратите внимание, Тим Виталити играет в оборону два игрока на рампе, то есть и просто собирается идти именно сюда, и по-моему, все это дело читает Виталити. Да, а это интересно. Выход через радио. РПК на халпе. Главное здесь пройти без потерь, а без потерь не получится. Зива делает первый минус. Алекса прочекали, РПК и Киндер забрал. Ну, дальше выход. Щелкают как орешки ребята из команды Виталити. Изи катка. Изи катка. Прочитанный про 100. Реально вышли в укрепленные позиции команды Виталити. Сразу на троих игроков. Ну и, конечно же, стоит отметить Зиву, который остановил Айвана. Ну, вот нам показалось, что эта позиция не под контролем у французов. Но Зиву все это дело остановил. Ультимативная пистолетка вообще. Настолько без шансов это все выглядело. Притом, вроде как и прошел игрок на Б-плен через нижний, через Сикрет, да. Просто совсем плохо отыграли пистолет. И сейчас раунд с Глаками. Там уже пошел лютый фарм. И это Апекс делает минус. Но перед этим Зиву уже забрал троих. Опять же, для снайпера это очень хорошая новость. И фарм для него очень важен. И Тим Виталити забирает очень легко второй раунд. Ну, просто сейчас будут покупать. Смотрим на первооружейный. Ну, вот вообще без шансов. Да, спасибо за повтор, кстати. Да, это было вовремя. Не было углаков, чтобы забрать, ну, или хотя бы неплохо раздемажить Зиву. Итак, 2-0. Закупочка от команды Просто. 4 АК-47. Одна СГ-шка в руках Айвана. По статистике у Просто все очень плохо. Только Екиндер убивал за два сыгранных раунда. 5 АК-47. Есть набор гранат. И, судя по всему, быстрое занятие длины от Просто. Стены смоков пока нет. Айван играет с СГ-шечкой, фокусит длину. Ну, и нужно отдать должное. Вернее, не отдать должное, а отметить то, что Тим Виталити играет достаточно пассивно на ланге. И, в общем-то, улицу даже не контролят. Кстати, сложные перестрелки для французов намечаются. Там три фармгана, ФАМАС и один АУК. Выиграть у АК-47 действительно будет очень-очень сложно. Да, но нужна близняя дистанция. Так и есть. Зиву, мы видим, оставляет себе на руках фармган. Пошел давить дальше Сикрет. И, возможно, будет какой-то выпад через эту позицию. Ну, и Алекс у нас находится под девяточкой. Это, я так понимаю, он там в окнах. Ну, что, про 100 готовят раскид. И, возможно, это будет выход на базу А через пристройку. Потому что бомбальта лежит в нуле все еще. Ну, да. По сути, должны за ней будут возвращаться. А может быть, даже проход под девятку. Так, прострел Саулы. Гензор немного пострадал. Минус 38% здоровья. И так, 40 секунд до конца. Кстати, не совсем понятная идея про 100. Знаешь, на что это похоже? На атаки на втором дедасте. Очень медленно. Вот ждали каких-то агрессивных вспышек со стороны Виталити. Но пока что французы показывают максимальную дисциплину. Позиция очень хорошая у Алекса. Он уже увидел своего оппонента. Видит одного. Делает минус. Открывается на второго. Очень грамотная игра от британца. И все. 3 в 5. Очень тяжело. Здесь будет команде про 100. Бомба есть. Однако все-таки Айван делает фраг на плынте. Уже поджалась там будка игроком французского коллектива. И ситуация 3 в 3. Можно попробовать зацепиться. Алекс, как же хорош. Сауга, это Эйс. Это Эйс, друзья. Британец здесь отыграл идеально. Да, очень своевременно сместился на помощь. После двух минусов на улице. И на плынте добрал троих игроков команды Простов. Вы знаешь, в какой-то момент показалось, что Простов смогут вернуться в этот раунд. Два минуса на верхней базе. Но как же своевременно появился супергерой Алекс. 5 минусов. И это, если я не ошибаюсь, первый Эйс в этом Best of 3 противостоянии. Действительно, вот игра Простов в прошлом раунде, она была достаточно неплохой. Да, мы видели медленную скорость. И ребята создали очень выгодную ситуацию для того, чтобы выиграть раунд. Но здесь действительно случился Алекс. Зива уже сжигает своего оппонента. Просто такой полуфорсик. И попытка пройти на нижний план через длину. Да, сильно пострадали парни при попытке прохода под смоки. Зиву Сака 47-го плюс Коктель Молотова неплохо все это дело раздемажили. Ну, теперь война на нижнем. Это будет непросто, но все же... Опять, вы знаешь, это тавтология с Простой. Это будет непросто. Да, это будет постоянно происходить. Так, ну, закрывает здесь Апекс. В частности, выход на базу Б. Все очень легко, очень красиво. И, ты знаешь, по-моему, Юра, у нас плохие новости. История на Дасте продолжается. Если так и продолжат играть простошники, это будет изи-каточка для Виталити. Ну и, как отметил Сергей Бижанов, выход на команду OptiGaming в полуфинале. Я не знаю. Я не знаю. Что делать? Да. Ну вот, понимаешь, то есть... Я понимаю, что есть сейчас стратегия, есть какая-то тактика, они будут ее придерживаться, но нужен какой-то огонь, нужен какой-то характер команде Простой, чтобы сейчас сломать даже, наверное, не так Виталити, как самих себя. Потому что мы видим, что раунды, которые берут Виталити, пока берут слишком легко. Да, действительно, просто в одну калипту закрываются все попытки Простой удивить или навязать какую-то борьбу. Итак, РПК уже делает первый минус, и Хиндер погибает. Попытка прохода в длины, и здесь Зиву должен хоронить двоих, троих. Что это такое? Я вообще смотрю в другую сторону, я не вижу этого всего. Я не знаю, что? Что? Я не вижу. Не вижу ничего. Так, ну вот единственное, кто сопротивляется, это Фларич. Первый минус есть, второй лантап, это хорошо, по крайней мере, красиво. Будет ли третий? Это красиво. Очень красиво Зиву, конечно, здесь поработал, а Фларич, это можно назвать хорошая попытка, но мы понимали, что Виталити просто вопрос времени, да, когда они закроют своего оппонента. Это 5-0, просто разыграли оружейный раунд, ну, ничего мы не увидели в этом раунде, кроме как красивых хедшотов от Фларича. Ну, они действительно были изысканные такие, знаешь. Да. И даже вот здесь вот показалось, что он потерял контроль своего прицела, но при этом по своими вантапами, красивыми достаточно, сделал все-таки фраг в окне, но этого мало. Тихий ужас на карте Нюк. Вот знаешь, наверное, пока что такой вот некий форсированный раунд, можно обсудить, что произошло на пике бане карт. Аналитики отмечали, что просто могли бы в Радиках свою карту Инферно, но отталкиваясь от результативности Виталити на этой локации, то боялись. И вот здесь, мне кажется, это уже заведомо неправильный подход. Когда ты боишься играть свою карту, потому что соперник играет ее тоже хорошо. Ну, мы не знаем, опять же, мы не знаем, чем руководствовались игроки Pro100, может быть, действительно хотели как-то удивить. По своим ощущениям могу сказать только то, что ребята, именно французы, традиционно играет Нюк. Это всегда была и команда Envys, и команда G2, и тот же NBK с Apex и RPK. Это ребята, которые регулярно играли Нюк. Алекс, который пришел из LDLC, он играл последнее время в команде, в которой был Existence капитаном. Ну, не последнее время, да, Existence какое-то время был в G2. Но LDLC играли Нюк всегда. Единственное, что для меня Ziu, как бы, это непонятен, да. Я не знаю, там, его команда предыдущая, Against All Authority, то есть, насколько она играла Денюк. Но суть в том, что, если ты помнишь, кстати, друзья, промокоды, заходим на сайт VplayTV, если ты помнишь, что когда-то давно, когда-то давно, именно французы придумали раш в дверь на базу А еще в версии 1.6. И это пошло именно от французов. То есть, когда начали... Не фены? Не-не-не. Ну, была это, это была, это была... Ну, как бы, ладно. На самом деле, наверное, нужно вернуться просто к архивам. Ну и деф. Залетает в пристройку, делает два фрага. Также еще и минус от Кинзора. И Киндар чистейший раунд. Просто для Pro 100. Добавили скорости просторшники, сплитвыход на базуа. И это то, что получилось просто идеально. 6-1. Вы знаешь, долго мы рассказывали про то, что вообще, ну, проходило, наверное, на пикибане карты. Чем руководствовались Pro 100 при выборе карты нюк. А в это время просто взяли и, ну, без шансов закрыли, наконец, раунд в свою пользу. Ну, какой-то вот сыграли, какой-то свой раунд было видно. Это была конкретная тактика, конкретная задумка, и она, в общем-то, сработала. Ну, теперь вопрос в том, что Vitality, как бы, они позволили один раз так сыграть. Позволят ли второй? Позволят ли второй раз? Ну, знаешь, приятные новости, это то, что не потеряли простошники никого в прошлом раунде. Соответственно, экономика укрепилась. И даже проиграв раунд, они не получат моментальный ресет. Это то, что хорошо. Так, у нас 4 на улице, я вижу Pro 100. Один игрок все еще у себя на спауне ближе к нулю, Алекс. Агрессия от него здесь, это может быть ключом к раунду. Зиу, вот это минус. Что это было? Это, по-моему, консультация Глэйва. Это жестко. Действительно, капитан команды Астралис поработал с Виталиками. Ну, и Виталик после этого начали жестко убивать дым. Третий минус дым в этом раунде. НБК находит Кинзора, РПК закрывает и Киндера. Это последний Айван, 13% здоровья. И мы, знаешь, вернулись к истокам. То, с чего начинали, вот так. То, с чего начинали. Я начал копаться в истории, да. Начал говорить о том, что французы традиционно играют Денюк. И вот в этот момент просто буквально красиво, очень классно ворвались на базу А. Сделали, выиграли раунд, в котором сделали 5 минусов безответных. И тут же следующее мы видим такой же раунд без шансов, только уже от Виталити. Это ресет экономики для простого. Мы видим, что денег хватает как раз таки на ЗАГ. На ЗАГу благодаря именно тому, что они выживали в том раунде, который взяли. Но, опять же, вопрос такой же. Как много и сколько вообще раундов вы сможете взять при такой игре? Так, попытка показала, что это будет врыв под флешечку со скалы. Но как агрессивно действует Аликс. Просто бесстрашный британец просочился, и Флорич его не заметил. Заметил. Теперь есть информация по Аликсу. Правда, Флорича уже нет. Растворился на скале игрок команды Pro100. Ответочка от Айвана. Это было красиво. И Киндер забирает Зиву в двери. И, знаешь, перевернули простую ситуацию. 4 в 2 сейчас момент очень хороший для просто, чтобы... Ну, не то чтобы выровнять игру, но взять хотя бы несколько раундов, выдохнуть. Возможно, даже заставить французов делать экономически. Потому как до этого момента, ну, все выглядело максимально ультимативно со стороны Team Vitality. Кстати, прошу в эфир, пишет мне, слышишь, наглец. Ламач написал по поводу того, что я говорил, помнишь? Аркадов дверь? Леха, французская команда Team Factory. И я вспомнил, да, так и было. Team Factory, это французская команда, придумала аркаду в дверь. И тогда они за счет этой аркады, никто не знал, как застопить ее. Вот он говорит, что развалили тогда шведских СК, которые были на тот момент богами. В принципе, Counter-Strike. Это было на СВЦ. Я помню тоже, что это было на СВЦ. И помню, что это французская команда. А вот Серега, спасибо ему большое. Уточнил. Да, полностью уточнил и дал нам всю информацию. Вот, как бы истоки, да, то есть предки еще французов. Корни, вот откуда они растут. Да, играли The Nuke. Так, ну вот в подкреплении, кстати, твоих слов, вот ты говорил про времена, там, например, LDLC, VeryGames. Все эти команды действительно достойно сражались со скандинавами. А именно скандинавы, ну, также хороши на карте Nuke. Да, это факт. Шведы традиционно играют, ну, и сейчас вся датская сцена играет. Лично NBK закалял Нео на рампах. А Нео на рампах в тот момент был, наверное, ну, не даром он был признан лучшим игроком десятилетия. Это факт. Итак, еще одна попытка просто укрепить свои позиции в атаке, забрать третий раунд. И в этом, кстати, есть реальный шанс уронить экономику в Vitality. Это очень реальный шанс. Более чем. Просто должны сейчас реализовать свой возможный, как раз таки, потенциал. Ну, именно непосредственно я говорю про раунд. И на что мы можем обратить внимание? Прежде всего, NBK играет соло на рампе. Там интересное укрепление у французов также в секрете. Два игрока находятся, насколько я понимаю. И да, вот тут... А, даже это не секрет. Это даже вот так вот выглядит. Алекс играет в ангаре. Зивус АВП в секрете. А просто накидали гранаты на Лангей. Что самое интересное, ушли в ноль. И, возможно, это будет выход на рампу. Так, а где размен? НBK выживает в этой ситуации. После минуса по Екиндеру Айван отпускает своего соперника. Потеряли в динамике здесь просто. Нужно было после этого попытаться хотя бы разменять, либо выйти быстро. Но решили все-таки играть пассивно. Знаешь, вот как-то они вроде бы одновременно появлялись с двух сторон. Но то ли точности Айвану не хватило в моменте, то ли... Ну, как-то НBK просочился. Я до конца не понимаю. Итак, 40 секунд до конца раунда. 4 в 5. И пока что просто выдерживают паузу, но должны пытаться вскрыть оборону нижнего плента. Айван двигается через вилку на B. НBK стоит в секрете. У НBK очень классная позиция. Он ее реализовывает. Нет размена. 3 в 5. Все еще хуже для про 100. Времени все меньше. Также делается минус на ланге. Кензор врывается в контролрум. Как же он не убивает, все-таки добивает своего оппонента 10 секунд. Нужно поставить бомбу. Времени очень мало. Зива понимает, что может играть просто на таймер. Делает выпад. Промахнулся. Айван, да ладно. В простейшей ситуации должен был забирать Зиву. И это бы то, что позволило Кензору установить бомбу. В итоге 8-2. Почистую простошники проигрывают очередной раунд. У нас вот если... Можно нам табуляцию на секундочку и навести на взятые раунды командами вот эти обмены? Просто взяли без шансов. Виталити ответили точно так же. Просто взяли раунд с одной потерей. Ну и точно так же... Ну вот смотри. Да, да. Чистые практически раунды забирают команды. На Дасте, кстати, вспомню, тоже было так. Ну вот уже в конце Даста, то есть Виталити брали раунды без шансов. Там теряли в лучшем случае одного игрока. Либо там двоих, когда уже начинали просто гнаться за фрагами. Ну тут интересная ситуация тем, что меняются команды идеальные раунды. Да, был размен раундами, да. И это могло... Прошлый раунд мог, если бы выиграли просто 100, он мог бы перевернуть в целом эту игру. Начинается заход у нас на базу А. У Апекса интересная позиция. Это не заход на базу А, это заход на базу Б через вентиляцию. Да, четко под раскидку. Через вентиляцию пробрались на нижний поэнт. По-моему, проморгали французы все это дело. Они рассчитывали, наверное, на полноценную атаку верно. Смотри, стоит бомба и уже ситуация 5-5. Начинается ретейк от Виталити. Айван делает минус. Правда, у него уже над головой находится оппонент. Почему мы смотрим за Фларичем? Айван. 4 в 2. Нужно забирать этот раунд. Это ресет экономики для Виталити. И... Кстати, не точно. Если сохранят оружие, то с большой вероятностью будет, что надо закупиться в следующем раунде. А надо сохранять. РПК Зиу это прекрасно понимает. Ну, вот знаешь, как-то внезапно стало интересно на карте Нюх. В какой-то момент просто без шансов отлетали. И казалось бы, что все, это изи-катка для Виталити. Но нет, у команды есть характер. И сломать его на их выборе пока что не получается. Вот это лишнее. Вот это лишнее. РПК забирает двоих. Правда, есть минус от дефа. Зиву также разменивает тиммейта. Ну и в итоге выживает всего-то на всего два игрока. Ну вот теперь давай смотреть, что у Виталити с деньгами. 4 500, 4 500 апекс РПК. У Зивы будет дроп. Французы должны закупаться. Ладно, Виталити, а что у нас с деньгами? Вот в чем вопрос. У нас тоже все очень плохо. А у нас тоже все очень плохо. И это вопрос, стоило ли при ситуации 4 в 2 вот так вот идти и искать своих оппонентов. Когда у тебя твоя экономика сама по себе шаткая. Ну и закуп у Тим Виталити. Это было очевидно. Отличное начало от Зиву. Хороший фраг. Это было красиво. Нет размена, да и не будет. Слишком далеко находятся тиммейты сейчас. Какой же жесткий был фликшот. Итак, выход на РПК. Забрал РПК и Киндера. Ну а дальше размен. И знаешь, ну нет. Приходит свое время на Зиву на помощь. И по сути хоронит все шансы просто на взятие этого раунда. 9-3. 9-3. Вот теперь точно нет денег у простошников. Это ресет экономики. И французы наконец-то этого добились. Знали же просто то, что АВП на длине. Стоило ли вообще вот так вот в соло идти игроку? Хотя, я так понимаю, была идея именно в том, чтобы выйти с каким-то таймингом на аплэнт под небольшую раскидку. А, видимо, игрок на длине должен был как-то сфокусить на себя внимание. Кстати, я бы еще раз посмотрел с удовольствием на минус от Зиву. Там на самом деле очень жесткий фликшот. То есть он держал прицел на выходящего в щелку. Но как только игрок появился, он бросил этот флик и сделал минус. Очень четко. АПЕКС принимает пристройку. Тут начинается выход через будку. Есть размен для про 100. Но опять же ситуация 2 в 4. Фларич также падает от Зиву. Зиву, по-моему, разыгрался. Зиву разыгрался. И Зиву делает ту работу, которую мы, в общем-то, ждали от него. Это много фрагов и красивых фрагов. Если не ошибаюсь, там уже 18 фрагов за сторону контртеррористов. А это действительно солидный показатель. Якиндер последний против четверых. Бомба под контролем. Ребят из Виталити. Ну и Киндер Максим может рассчитывать здесь на какой-то минус. Вряд ли на что-то большее. Такой потенциальный урон для экономики. Виталити. Но опять же мы понимаем, что просто дальше денег не будет. Пощательно, что это концовка первой половины, даже если он сделает два минуса. Ну, возможно, два минуса какой-то результат дадут. Орешек-то фрагер. Как тебе такое? Обидно. Вот знаешь, был реальный шанс сделать как минимум один минус. Хотел забрать как можно больше. Ну и вот жадность человека погубила. Кстати, отличный пример. Ну, непростая ситуация. То есть тут, может быть, даже... Хотя, да, сложно его оправдать. Жадность – это порог. Возможно. Ладно. Итак, 10-3. Еще один экономический раунд для команды Pro100. Только один P250 на всю пятерку украинского коллектива. Больше не тратились. Деньги собирают на последний раунд. И вместе пойдут. Ну и попытаются показать вот один из практически идеальных исполненных раундов, который мы видели в атаке. Таких было три у Pro100. Четвертый был бы в самый раз. Потому что, согласись, видна хорошая работа у Pro100 с точки зрения разнообразия стратегий. То есть, в общем-то, ребята и рампу пробовали, и улицу пробовали по-разному в разных сетапах. И были выходы на А. То есть мы помним внедрение в вентиляцию. Опять же, проход на Б. То есть, в общем-то, Pro100 за атаку показали идеи, показали действительно тактики. Ну, стратегии. То есть набор каких-то стратегий. И они пробовали, они пробовали по-разному сломать оборону соперника. Но тут, наверное, опять же вопрос. В стратегиях ли вообще дело, да? То есть, может быть, здесь... Ну, знаешь, в таком случае, если, ну, Pro100, вот как ты отмечаешь, поругать не за что. Потому что парни стараются. Парни показывают нам действительно какие-то готовые раунды. Некоторые из них получаются. То закатывается мысль о том, что стоит похвалить Виталити. То, как обороняются парни. То, какие позиции периодически и своевременно занимают. Вот даже вспомним. По-моему, это был первый оружейный, когда единственный полноценный девайс был в руках британского игрока. Когда он на контрольском спауне просто отморозился с Аугом. Да-да-да. Сделал два минуса. И, ну, все. Это была вся работа в его исполнении. Да, он тянулся на верхний план. Сделал еще три минуса. В итоге это был лейс. Но сам факт. Вот позиционочка. То, как четко действовали Виталити. Вообще, Виталити, опять же, хочется похвалить их с точки зрения игры за дисциплину. Ну, нету. Вот они давят своих оппонентов. И они чувствовали это еще на дасте. И они сейчас продолжают играть дисциплинированно. Они не лезут. Они не жмут. Астралис в таких ситуациях уже начинает со всех сторон душить. Астралис показывает то, что они будут доминировать дальше. И даже если они отдадут раунд, они все равно возьмут то, что им нужно. Они сломают. То есть они играют как хозяева положения. Вот в этом плане Виталити просто играют как дисциплинированная команда. И это, в целом, это не типично для французов. Вот только хотел добавить, что это не характерно французским коллективам. Зная французов, эти парни обычно Аркада, Эко. Так, какой Эко? Давайте иглы и побежали. Нет, это не про Виталити. И действительно у парней, ну вот, знаешь, есть вот этот скандинавский холодный рассудок, что ли. Они четко понимают, что в этой ситуации лучше не рисковать. В этой ситуации сыграть аккуратно. Здесь надо отсейвиться, и это не может не радовать. Мы очень долго ждали появления действительно коллектива на французской CS-сцене, который начнет вспоминать новые времена. Конкурировать, да? Начнет конкурировать с топ-1, с тир-1, вернее, вообще. Ну вот Виталити смотрится как такая команда. И опять же, наличие Зиву, опять же, кик Хэппи меня очень удивил. И я не могу сказать, что я там хейтер Хэппи, но просто у меня очень сильно горела пятая точка, когда я видел в исполнении Хэппи тактики 4 плюс 1, а-ля я пойду в мидл в соло, а вы в четвером идите туда. А у него по-другому не получается убивать. И это было настолько часто. Ну, знаешь, это анти-контер-страйк. Это нужно уметь. Да, это есть у людей разные тактики, но нельзя играть так все время. Ну, за это, наверное, стоит отдать должное ребятам из Виталити, то, что нашли вот это слабое звено, скажем так, больную клетку. Еще и пикнули хорошего игрока. Алекс выделялся всегда в LDLC, вот он прям выделялся. И здесь он как-то так очень хорошо дополнил эту команду. Да, здесь согласен. Действительно, замена была качественная. Ну что, друзья, три ресета за первую сторону. Это максимально неприятно для экономики команды, которая получает этот ресет экономики. Ну и, собственно, мы видим, что это всего-навсего три раунда в атаке. По сути, Виталити остается зацепиться за пистолетный, и дело сделано. Действовать дальше аккуратно против форсированных закупок просто, если, конечно, таковы будут. Но до этого еще дело не дошло. Пистолетный раунд второй половины. Кстати, смена должна быть прямо сейчас. Или нет? Непонятно. Ну, может быть, есть какое-то время, просто дают время на то, чтобы поговорить. Если, или там, там, две минуты АФК, сбегаю WC и так далее. Может быть, там что-нибудь такое произошло. Слышим мы разбивающиеся стекла. И это говорит нам о том, что матч начался. Вернее, он продолжается. Тим Виталити теперь играет в атаке. У них есть небольшой раскид по гранатам. Уже смог они внедрили. И также две флешки. Кстати, тот же раунд, что делали просто пытаются исполнить Виталити. Только в отличие от защиты французов. Ну, на рампе у простошников только один игрок. Это Кинзор. И здесь будет попытка сделать минус. Уйти в сайловую позицию и уже дальше обороняться. Дальше без минуса пытается уйти Кинзор. По-моему, догонят. Без шансов. А он даже не убегал. Он даже не убегал. Такая позиция, знаешь, ну, ты тут, конечно, слабо верится в то, что игрок мог бы сделать два-три минуса. В лучшем случае один. И сразу же он бы получил размен. Ну, знаешь, когда была старая карта нюк, когда были вентиля, вот эта позиция была рабочая. Когда у тебя на вентилях, в вентиле, точнее, стоит игрок и прикрывает одну из сторон, ты можешь там убивать. Но не в этом случае. Да. Итак, 4 в 4. Апекса французы потеряли. Выбивание просто продолжается. Но, опять-таки же, все очень сложно. И очень красиво. По-моему, здесь песенка про шторшников спета. И Киндер последний против троих. Времени нет. Тут даже можно зарезать. Нет, MBK не стал унижать тиммейта. Два француза бегали в дыму, махали ножами. Но MBK простошника подсейвил. 13-3. Можно ли назвать это хорошей попыткой, учитывая то, как начинался ДАС-2? Пожалуй, нет. Нет, нельзя. Но, опять-таки же, на своей карте, особенно на карте нюк, начинать в атаке против команды Виталити – это дурная примета. Трудная примета, да. Ну, сложно. Сложно дается игра в целом. Просто можно сказать не то, чтобы хорошая попытка, а можно сказать то, что вот ДАСТом, особенно началом ДАСТа, просто показали, что у них есть потенциал, и что они – команда, которая по-любому будет в будущем, сохраняя состав, продолжая играть, будет расти. Только что был интересный показательный момент. Ждал Аликса третьего Дыма. С запозданием он прилетел. Но британец говорит, нет, без Дыма я не пойду, я не буду рисковать. И правильно. Опять же, дисциплина, да, проявление дисциплины, проявление характера в необходимые моменты. И, возможно, команда Виталити действительно в будущем будет бороться на тир-1 уровне достойно. Да уже она будет бороться. Я уверен, что мы увидим на мейджоре очень хорошую игру от этого коллектива. Это одна из тех команд, за которыми я лично буду следить и которую буду поддерживать. Ну что, 45 секунд до конца этого раунда. Пять фармганов в руках Виталити. Ну, вот, знаешь, французы в этом раунде особенно не торопятся. Да, 35 секунд до конца. Все еще не принято решение, куда идти. Бомба, как мы видим, гуляет перед пристройкой. Видимо, ждут как раз-таки какую-то информацию. Просто там уже поджали ноль. Там пытались загнать НБК, но получили контратаку на верхнюю базу. 2 в 4 ситуация, бомба установлена. Красный и Киндерсот, и Фварич, Скаут и Дигл. Но опять-таки же, как бы ни старались, просто у Виталити все под контролем. Очень сложная игра. Действительно соперник, наверное, из всех, которые мог достаться просторженникам, самый сложный и неудобный. Слушай, ну это претендент, наверное, на топ-1 в этом турнире. Ну это было и так понятно, как бы, перед турниром. Но сегодня мы еще посмотрели на Хелл Рейзерс. Также была у них уверенная хорошая игра. Ну, по моим прогнозам, ХР с Виталити будут играть в финале. А вот, как уже, конечно, там будет на деле. Завтра у нас еще будет два полуфинальных матча. Уверен, что потенциальный матч Виталити против Оптик будет также очень интересным. Ну и это 14-й раунд для Виталити. Мы видим, чем он заканчивается. Сделал фраг последний игрок команды Просто. Но, опять же, 14 на табло у Виталити. И всего пока только 3 у Просто. Да, и денег нет у Простошников. Есть сохраненный скаут, который достается Айвену. Фларич остается с P250. Все остальные будут отыгрывать с дефолтными пистолетами. У Виталити практически без изменений. Зиву АК-47, 4 фармгана, огромное количество гранаты. Опять-таки же, дисциплина. Это самое важное, что есть у французов. Они не собираются проигрывать вот таким неоднозначным закупкам Просто. Через длину проходит сейчас, судя по всему, Team Vitality за выход на Сикрет и на базу B. Кстати, что там у Просто? А Просто, по-моему, даже не просматривает B-плэнд. Возможно, там будет быстрый ранний, вернее, выход через рампу. И вот все-таки фларич здесь есть с P250. Ну, полетел Молотов, и однозначно, это должна быть какая-то информация для Просто. Должны они как-то на нее реагировать. И вот, собственно, мы видим, что происходит. Так, вот это уже интересно. Перекрестный огонь у Простошников на нижней базе. И то, как это будут проходить ребята из Vitality. Так, неплохо. Фларич делает минус, забирает девайс. Есть возможность еще один фраг сделать? Нет. Здесь хороший фарм. Опять же, даже не фарм, а хорошая стрельба прежде всего. Не надо, кинзор. Хотя, это было красиво. Так, тут же отвечает. Вот, размен. Два красных соперника. Ну что, просто надо брать раунд. 27 и уже мертвый Апекс. Ну, вот тебе и подъем переворота. Вы знаешь, опять-таки же, вот перехвалили. Сказали, что дисциплинированно, но слишком как-то прямолинейно двигались Vitality к этой цели. Они вот дали понять, что двигаются на нижнюю базу. Просто этот плент укрепили. И, наконец-то, получилось все это дело сдержать. Так, ну покупают Team Vitality. Просто не хотелось бы говорить, оттягивают конец. Но 10 раундов слишком большая дистанция для того, чтобы выровнять как-то игру и сократить отставание. Ну и начинается все с того, что Alex получает достаточно много урона и уже отвечает фрагом NBK. Где-то, интересно, произошло. Походу, на рампах. Да, забрал именно там и киндера Натан Смит. Ну, дальше Vitality не торопится. Так, будет ли врыв от дефа? Заметил NBK. Есть минус. Красный Апекс. Забирает дефа. Вот это было очень важно. Так, у нас Фларич играет под пристроечкой. И вот, наверное, от Фларича достаточно многое зависит, поскольку здесь, мы видим, уже его фактически окружают. Да, Alex, если я не ошибаюсь, уже находится в ангаре. И Фларичу остается жить считанные секунды. Да, он должен его забирать буквально в ухо. Ну, и время явно играет сейчас на пользу простого, но они в меньшинстве. И Фларич не читает Alex. Alex все еще не решил двигаться дальше. И пока, конечно, Фларич сохраняет свою жизнь, но это, судя по всему, ненадолго. Ну, да, здесь больше, наверное, играет аккуратность Alex. И в какой момент он откроется. Уже было реально 3-4 возможности сделать этот минус. Но он ждет действия своих тиммейтов. Важный минус от Айвана, загорает в РПК. Это минус бомба, кстати. И, по-моему, это инфа, да? То есть он видел, вроде как, эту бомбу. Решили этим Виталичем поменять. Ай-яй-яй, как же было здесь важно. Просто даже не то, чтобы сделать фраг, а пожить. И это в итоге тот самый Фларич, который должен был погибать от Алекса. В итоге нашел свою смерть на рампе. И Виталич тянут 15 секунд до конца. Время играет явно против них. А тут еще и в пристройке игрок. Нет, Зивору забрался. Ай-яй-яй-яй-яй. Попытка не дать поставить бомбу, но есть вся необходимая информация. Попытка от Айвана здесь не то, чтобы взять раунд, а хотя бы выжить в нем. Как же все перевернулось. Очень классно разыграли здесь Виталити вообще в целом. Ну и, наверное, нужно отметить минус от НБК, который на рампе сразу же получил преимущество для своей команды. Айван делает фраг. Но, опять же, главное для него здесь засейвить. А учитывая то, что бомба взорвется на верхнем планете, то тут еще и Айван может погибнуть сам по себе. Ну и французы вроде бы отправили экспедицию на поиски снайпера команды Pro100. И с ножом вышел на перестрелку, промахнулся. Что происходит? О, выживает, выживает. С ножом впритык промахнулся, а без ума взял и забрал. Это Pro100. Точнее их снайпер. Ну и 15-4. Сколько у нас 11 матч-поинтов у Тим Виталити? Pro100, конечно, будет сложно. Очень сложно. И, наверное, вопрос времени. Насколько их хватит. Да, насколько их хватит. И когда Виталити просто закончит эту игру. Ну, по сути, оптимальная ситуация для Виталити. Это закончить здесь и сейчас. Аркада верхнего пункта. Здесь два игрока в полном блайнде. Ну, по-моему, все. Песенка спета. Зива ворвался с маг десятым. Сделал два минуса. При этом Виталити особо не пострадали. Должны ставить бомбу и закрывать команду Pro100 на их выборе. Да, строили мы, конечно, иллюзии по поводу того, что Pro100 могут... Ну, не то чтобы выиграть, но хотя бы навязать борьбу. И, в общем-то, даст складывался довольно неплохо. Начало. Но потом что-то пошло не так.